Итак, приглашается в клетку 2013-2014 годов. Его противником в красном углу занят представитель Казахстана, город Акчубинск, команда Яркынкуш, Жалгас Жако Жумагулов. Итак, оппонент Вартана Асатряна Жалгас Жако Жумагулов. Боец из Казахстана, то есть местный парень, из города Акчубинска, команда Яркынкуш. Возраст Жалгаса 26 лет, рост 165 сантиметров. У него безупречный рекорд в ММА, 6 боев, 6 побед. Титулы Жалгаса, мастер спорта по Панкратиону, чемпион Азии по Панкратиону, ну и финалист чемпионата мира по Панкратиону. Ну что ж, интересно у нас противостояние стилей, чемпион и мастер спорта по тайскому боксу против мастера спорта по Панкратиону. Посмотрим, во что все это выльется. Ну что ж, будем ждать пиршества техник. Да, впервые, кстати, нам показывают прям так дословную подготовку к капу бойцов. Представитель России, город Краснодар, команда Голодиадор. Возраст 22 года, рост 166 сантиметров, рекорд в ММА, 5 побед, 3 поражения, 0 ищи, мастер спорта по тайскому боксу, чемпион России по тайскому боксу, обладатель Кубка Черного моря по ММА, город Анапа, трехкратный победитель международного турнира по ММА Текрэп Эфси, 13-й и 14-й год, Фартан Корсар Азатрен. Его соперник, представитель Казахстана, город Актюбинск, команда Ирхункуш, возраст 26 лет, рост 165 сантиметров, рекорд в ММА, 6 побед, 0 поражения, 0 ищи, мастер спорта по банкратиону, чемпион Азии по банкратиону, финалист чемпионата мира по банкратиону, Жалгас Жако Жумагуло. Ну вот еще раз мы услышали блистательные регалии наших бойцов, ну и теперь будем ждать не менее потрясающего и блистательного боя. Интересное, конечно, правило, коленом в голову, в стойке можно, локтями нельзя, то есть флайн-ни можно выполнять, а бэкфисты с участием в локтей нет. Ох, хорошее попадание сейчас было. Присматриваются друг к другу бойцы, но вот занял уже такую позицию Вартана Сатрян, первого номера. Попытался сейчас выполнить удушающий прием, не получилось, и оказывается на настиле. Хорошо сейчас выполняет защитные действия Вартана Сатрян, полностью схватил соперника, не дает ему оттянуться для удара. Хотя, казалось бы, базовый таяц, да? Ну, наверняка готовился. Да, и Давид, вот пока проходит такая вот определенная вязкость, хотел бы добавить к тому, что ты говорил по поводу правил. С учетом того, сколько появляется много новых лиг, промоушенов, да, мы часто наблюдаем, что есть какие-то у каждого свои индивидуальные особенности. Безусловно, да. Ну, и опять-таки, я думаю, что организаторы поняли, что удары, такие удары, как удары локтями, удары коленом в партере, они, конечно, травмоопасны, и не хотят травмировать бойцов, которые потом не смогут участвовать в боях достаточно долгое время. Поэтому все, конечно, сделано именно с этим учетом. Вопрос только в другом. Вот если у бойца есть какие-то далеко идущие амбиции, не сыграет ли дурную шутку? Допустим, если опять же идти медленной тропой в UFC, да, где и... Как потом перестраивать мышечную память? Ну, я думаю, что в любом случае бойцы на тренировках отрабатывают те или иные удары, техники. Тем более, многие тренируются по разным дисциплинам. Поэтому, мне кажется, это не проблема. Хотя, опять-таки, я с тобой соглашусь, что лучше было бы все унифицировано. То есть, если это ММА, то правила всегда для всех одни. Итак, продолжается у нас поединок и снова в партере. Понимает Жумагулов, что в стойке с тайским бойцом достаточно опасно. Лучше не связываться и знать, где ловить свой шанс. И переводит уже второй раз своего соперника в партер. Пока без ощутимого вреда для краснодарца. Но, тем не менее, забирает пока что раунд. Если... Да, но доминирует. В такой же манере, да, пройдет остаток этого раунда, то, я думаю, что его отдадут именно Жумагулову. Большинство ударов, конечно же, приходится по защите. Сейчас вот боковой контроль со стороны Жумагулов. Достаточно уверенно защищается Асатрян. И, тем не менее, конечно же, попытка выйти удушающе неудачная. Конечно, за защиту раунды не отдают. Но, тем не менее, мы видим, что рефери возобновил поединок в стойке. Посмотри, Вадим, кстати, как Жумагулов отдает пространство своему сопернику. Это достаточно опасно, учитывая, что Асатрян является мастером спорта по тайскому боксу. Да, и тем временем Жалгаз Жумагулов получил предупреждение устное. Да, я с тобой соглашусь и могу заметить, что очевидно преимущество в ударной технике, конечно. Вот. Асатряна. И снова сваливает Жумагулов в партер своего оппонента. И снова Асатряна демонстрирует готовность к подобному повороту, хотя видно, что он чувствует себя не очень уютно. Ну, у клетки, конечно, это особая работа. Работа в партере, поскольку там некуда деться. и вот сейчас мы видим знакомый для тайца клинч. Да, и отбивание коленом по корпусу. Очередной бросок Жумагулова. И раунд завершается. Ну, мне кажется, все-таки первый раунд выиграл Жумагулов за счет того, что сваливал своего соперника в партер, там контролировал. Хотя, опять-таки, какого-то ощутимого вреда, я с тобой согласен, Вадим, он не нанес. Ну, если и выиграл, то с минимальным каким-то преимуществом. Так вот, продолжу я мысль по поводу работы у клетки. У многих клубов нету клетки в своем клубе и работают в ринге. Хотя, опять-таки, большинство специалистов отмечают, что необходимо работать в партере и работать в клинче именно у клетки для тех, кто тренируется и выступает по ММА. Потому что там особые движения, особые приемы. Отдыхают бойцы. И это, возможно, и влияет и на тактический какой-то рисунок боя, план исходя из геометрии. С другой стороны, мы видим, что на этом турнире клетка гораздо меньше, чем обычно. Посмотри, Вадим, здесь она гораздо меньше. Это тоже определенная подготовка. Да, собственно, мы видим ту же историю, как и с правилами, да, то есть и форма клетки. Есть лиги, где вообще что-то есть унифицированное, да, между клеткой и рингом? Да, как раз-таки Вадим Фелькенштейн начал эту работу и в его турнирах сейчас внизу клетка, вверху ринг. Ну и можно сказать, что это прижилось. Да, у многих причем. Второй раунд. Начался он с Лоу Аджумагулова, который, опять же, не принес сосуществимого вреда жителю Краснодара Вартану Асатрянову. Идет вперед Вартан, но скорость его уже, конечно, упала по сравнению с первым раундом. Обмен ударами. И проходят у Аджумагулова удары. Посмотрите, друзья, вот сейчас справа попадает, подхватывает ногу, снова переводит своего соперника в партер. Как-то не очень уверенно Вартан Асатрян бьет. Хотя, по сути, стойка это его стихия. Может быть, действительно, как ты говорил, где-то уже вымахался в первом раунде. Вартан Асатрян в первом раунде. Да, функциональная подготовка, конечно, тоже очень важна. Ну вот, что мы видим? Неоднократно переводит партер Асатрян неплохо защищается в партере. Сразу же подхватывает Джумагулов на ногу Асатряна и пытается перевести его на канвас. Нет, Джумагулов просто так уйти не даст. Контроль позиции. Опять-таки мы видим, что пытается оттолкнуть сейчас Асатрян соперника и это ему удается. Поднимается в стойку. попытался провести апперкот, но он наткнулся на левый боковой Асатрян и тут же Магулов отдает спину в опасной позиции сейчас. Напомнила эта ситуация поединок Федора с Дэном Хендерсоном пару лет назад, когда Федор оказался в такой позиции и Хендерсон умудрился нокаутировать Емельяненко. Да, тот поединок вошел в такую черную череду у Федора. Ну да, он был заключительным как раз-таки третьим и последним поражением Федора. Вот сейчас Вартан занял доминирующую позицию и если не отпустят оппонента, может этот поединок и досрочно завершить. Активная защита призывает рефери Жумагулова, только вот ее не видно и сейчас поединок остановят. Уже тяжело думать об активной защите в такой ситуации. Да. Удары весьма ощутимы и в очень болезненные места. Причем уже ударов 15 пропустил Жумагулов. Мне кажется бой надо останавливать. Здоровье спортсменов важнее. Да, непростой бой, непростой поединок для Вартана Асатряна. Мне кажется проиграл он первый раунд, но во втором собрался и мы видим что сумел завершить поединок досрочно. Хотя рефери конечно давал шанс Жумагулову приглашается для активной защиты и продолжения боя. Ну возможно первый раунд ушел Асатряна на какую-то такую разведку продышался присмотрелся к сопернику притерся и понял как надо против него действовать на что сделать акцент. В третьем бою во втором раунде в ряд 3 минуты 24 секунды техническим локаутом победил Вартан Косар Асатрян Россия город Краснодар команда Гладиатор Еще раз поздравление Вартану Асатряну с этой победой. Входа на память. Аплодисментами провожаем участников турнира. Итак посмотрим хайлайты прошедшего боя. В синий угол приглашается гость из Узбекистана город Ташкент команда Макс Файтер Файтер Файтер